Добрый день, меня зовут Смирнов Алексей, я снова рад вас приветствовать в Московском Думе Книги. Сегодняшняя подборка книг и обзор книги про мозг. Мозг очень неизведанный наш орган, которым мы, как нам кажется, только можем что-то запоминать, рассчитывать, вспоминать, но, тем не менее, мозг далеко не изучен до конца и представляет для многих ученых, и даже не ученых, она с вами, большую загадку. Вот об этих загадках информация представлена в таких замечательных книгах, которые вы перед собой видите. В первую очередь книга Дэниела Амина, американского нейробиолога «Полюби свой мозг». Когда мозг в порядке, когда мы себя чувствуем хорошо, чувствуем себя в здоровом тонусе, наверное, и вся наша жизнь выстраивается тоже в правильном направлении. Вот так думает автор этой книги, который разбирает разные ситуации в нашей жизни, как тревоги, депрессии, отсутствие интереса к жизни, интереса к новым впечатлениям, о том, что все это связано с тем, насколько здоров наш мозг. И чтобы его оздоровить, у него есть целая программа необходимых условий, необходимых мероприятий, которые должны делать мы с вами фактически каждый день, чтобы не было таких состояний, как депрессия, уныние, отсутствие интереса к жизни. Каждая глава содержит практические рекомендации по уменьшению или устранению вот этих неприятных симптомов. Конечно, мозг вырабатывает ряд гормонов, от которых зависит наше настроение, наш оптимизм жизненный выстраивается, наш интерес вообще в целом к окружающему миру формируется. Практически каждый из нас испытывал тревогу, депрессию, горе или ощущение безнадежности на каком-то этапе своей жизни. Совершенно нормально проходить через трудные периоды, когда мы оказываемся растерянными и напуганными, независимо от того, есть ли у нас какое-то психическое расстройство. Но наша реакция на вызовы и проблемы играет решающую роль в нашем отношении к ним. Не только в данный момент, но и в долгосрочной перспективе. Каждый из нас хочет побыстрее избавиться от страданий. К сожалению, многие люди прибегают к самолечению с помощью энергетических напитков, переедания, вспыши гнева или бездумной траты времени на телевизор, компьютерные игры, социальные сети и шоппинг. Хотя все это может принести временное облегчение, обычно проблемы только закрепляются и даже усугубляются. Нередко они становятся еще более серьезными, превращаясь в эмоциональное истощение. Врачи пытались покорить мозг с помощью фармакологических препаратов, начиная с 1950-х годов. Результаты были неважными, поскольку они слишком часто игнорировали необходимость помещать мозг в целительную обстановку, обращаясь к таким вопросам, как качество сна, токсины, упражнения и пищевые добавки. По контрасту с антибиотиками, которые могут лечить инфекции, ни один из медицинских препаратов для лечения психики ничего не излечивает. Они лишь накладывают временную заплатку, которая слетает после прекращения приема психотропных средств. И симптомы возвращаются. Кроме того, многие из этих препаратов довольно коварны. Когда вы начинаете принимать их, они изменяют биохимию мозга. И вам приходится принимать их постоянно, чтобы нормально себя чувствовать. Но есть лучший способ. Книга «Полюби свой мозг» — это практическое руководство для быстрого преодоления тревоги, гнева, стресса, горя и психических травм. О гормонах написана отдельно замечательная книга, которая так и называется «Гормоны счастья». Тоже американский ученый принял участие в написании этой книги, Лоретта Бройнинг, которая рассказала о том, что все наше поведение, все наши эмоции связаны четырьмя главными гормонами, которые называются дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин. Они отличаются друг от друга тем, как воздействуют на наш организм, на наше здоровье. Чтобы нам уметь подчинить себе эти гормоны, которые должны нам помогать и не разрушать нашу жизнь, наше психическое здоровье, существует 45-дневная программа, о которой говорит вот этот автор, и которая гарантирует то, что после прочтения этой книги, использования ее рецептов и рекомендаций, мы действительно будем себя чувствовать лучше. И наша жизнь изменится только к лучшему. Когда вы чувствуете себя хорошо, мозг синтезирует такие гормоны, как дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин. Для человека естественно искать чувства удовлетворения и удовольствия, но мы не всегда получаем их. И это естественно. Наш мозг не производит упомянутые выше «хорошие» гормоны до тех пор, пока не почувствует необходимости в этом, возникающую для удовлетворения потребности в выживании. Такой потребностью может быть нужда в пище, безопасности, социальной поддержке и так далее. И только при удовлетворении этой потребности мозг может ощутить скоротечный прилив этих гормонов. Затем их уровень снижается, и организм человека готовится к получению очередной дозы гормонов для очередной победы в борьбе за выживание. Именно поэтому мы испытываем приливы и отливы энергии и настроения. Так действует система, заложенная в нас самой природой. У многих людей есть привычки, которые не способствуют их борьбе за выживание. Как такое может происходить? Ведь мозг человека запрограммирован на обеспечение такого поведения, которое помогает ему выжить. Когда спадает волна химически активных веществ, гормонов, поступающих в мозг, человек начинает испытывать дискомфорт. И вы ищете надежные пути снова быстро почувствовать себя хорошо. А в вашем мозгу уже образовались определенные нейронные связи. Ведь у всех нас есть приятные нам привычки. От еды до физических упражнений, от траты денег до их накопления, от любви к вечеринкам до стремления к одиночеству, от склонности к спорам до готовности соглашаться с собеседником. Но ни одна из этих привычек не может приносить удовлетворение постоянно. Просто наш мозг устроен не так. Каждый прилив гормонов счастья быстро проходит. Эти химические соединения быстро распадаются. И мы снова должны что-то делать для того, чтобы получить еще порцию гормонов. Излишне эксплуатируя состояние удовольствия, можно довести себя до состояния несчастья. Разве не было бы здорово, если бы вы научились включать приливы счастливых гормонов, когда вам это надо? Разве не прекрасно было бы испытывать удовлетворение от таких поступков, которые действительно приносят вам пользу? Вы можете добиться этого, когда начнете воспринимать свой мозг, как мозг млекопитающего. Вы поймете, какие механизмы осуществляют запуск гормонов счастья в природе и как мозг может менять старые привычки на новые. Вы сможете сами создать новую хорошую привычку и встроить ее в нейронные связи мозга. Эта книга поможет вам достичь этого в течение 45 дней. Ну и завершу небольшой наш обзор сегодняшний тем, что расскажу о переиздании вот такой замечательной книги, которая называется «Чеширская улыбка кота Шрёдингера. Мозг, язык, сознание». Автор этой книги Татьяна Владимировна Черниговская, наш известный российский нейробиолог, специалист в области когнитивной науки, который говорит о том, что между мозгом, сознанием и языком есть очень большая связь. И на то, как мы себя сегодня чувствуем в окружающем мире, полном объема информации с разных сторон, меняется наш язык, меняется наше вербальное восприятие мира. И поэтому меняется язык, меняется наше сознание. Это взаимосвязанные вещи. А сознанием и языком владеет наш мозг, который подвергается, конечно, каждый день миллиону разных нагрузок. Но мы должны с этим справляться, уметь научиться с этим справляться и использовать это в своих целях развития, движения вперед, к тому, чтобы быть долгие-долгие годы в здравом уме и быть счастливыми. Как изменится наш мир и как изменимся мы сами? Появляются роботы с более сильным, чем у нас, интеллектом. Компьютеры работают в миллионы раз быстрее, все ускоряясь. А тем не менее, мы пока еще не видели искусственный интеллект, который был бы Моцартом или Шекспиром. Когда идет речь о триллионах операций в секунду, то понятно, что теперь это уже не человеческое временное пространство. Наш мозг устроен иначе, чем современные компьютерные системы. Но с появлением компьютеров, работающих на других принципах, мы окажемся в совсем другом мире. Если сознание, как бы мы его не определяли, функция сложности, то в обозримом будущем на арену выйдет искусственный интеллект, у которого будут цели, планы, эмоции, в том числе эгоизм. Срастание людей с компьютерами бесспорное настоящее. Чипы, искусственные органы – это уже есть и будет лишь нарастать. Значит, встает вопрос, что во мне моего, то есть где я заканчиваюсь. Наконец, угроза исходит от наших каламбурных игр с ящиком Пандоры. Речь идет о персональной геномике, развитие которой идет огромными темпами. Пользу для медицины трудно переоценить, но не надо забывать, что те же отверточки, которые нам откроют, что в данном геноме есть опасность болезни Альцгеймера или Паркинсона, подкручивают и другие гаечки. И это реальная опасность. Например, хотите ли вы лично, чтобы ваш персональный генетический портрет стал достоянием кого бы то ни было? И удастся ли эту ситуацию удержать под контролем? Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, сводятся, помимо того, что я уже сказал, к следующему. Во-первых, общество в целом не осознало себя единой семьей, которая живет в общем доме с ограниченными ресурсами и нарастающими угрозами. Никаких границ между государствами в этом смысле нет. Но мы продолжаем жить, как безумцы, словно у нас есть запасная планета. Во-вторых, общество, принимая решения, мало учитывает уже полученные наукой знания. Наука и общество как бы две разные сферы. Одни играют в свой бисер, а другие за игрой не следят. Конечно, остановить науку невозможно, но стоит помнить, что чем глубже мы погружаемся в океан знаний о мире, тем опаснее становится это путешествие и тем больше ответственность за звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас. Желаю здоровья, всего самого наилучшего. Ваш Алексей Смирнов. Ждем вас в Московском доме книги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok